В столице Чувашии подвели предварительные итоги государственной итоговой аттестации 2015. О результатах рассказали сегодня на пресс-конференции в Министерстве образования. Горячая пора экзаменов для выпускников общеобразовательных учреждений давно позади. Сейчас ведется работа по подведению итогов государственной аттестации. На 100 баллов ЕГЭ сдали 53 человека. Этот показатель выше, чем в прошлом году. Тогда 100 балльников в республике было 37. В целом, средний результат сдачи ЕГЭ по всем предметам, кроме профильной математики, в Чувашии лучше, чем по России. Эти результаты, конечно, влияют прежде всего на наш взгляд. То, что Чувашская республика имеет очень большой опыт сдачи единого государственного экзамена. Мы начали сдавать ЕГЭ, вошли в виде эксперимента еще с 2001 года. Вторым фактором, пожалуй, является то, что в системе школьного образования в последние годы произошли очень серьезные изменения по созданию базовых школ, ресурсных центров, по подготовке педагогических кадров. Лучшими общеобразовательными учебными заведениями Чебоксар по показателям сдачи ЕГЭ стали гимназии номер один и лицей номер три. Среди районов республики в Министерстве образования отметили Батривский, Вурнарский, Бресинский и другие районы. Было выявлено 21 нарушение, что также ниже, чем в прошлом году. Но в шестом этого года было разделение математики на два направления – базовой и профильной. Большинство выпускников выбрали для сдачи ЕГЭ профильный уровень и столкнулись с проблемами. Ученики не ожидали, что на профильной математике будут серьезные, почти олимпиадные задания. Мы на будущее, на последующие годы, конечно, очень тщательно будем готовить, именно переориентировать наших выпускников. Те выпускники, которые по уважительным причинам не смогли сдать экзамены с основным потоком, смогут показать свои знания в августе. А двоечники получат второй шанс в сентябре. Чтобы пойти в 10 класс, в своей же школе необходимо написать заявление, отметили в Министерстве. Особой популярностью у девятиклассников пользуются учреждения среднепрофессионального образования. Приемные комиссии высших и профессиональных учебных заведений уже начали свою работу. Теперь перед выпускниками школ стоит непростая задача – выбрать будущую профессию. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика.